Deceit это игра, с которой я познакомился примерно 3 недели назад и в которой я за эти 3 недели провел в районе 100 часов. На удивление, несмотря на то, что это глючное забагованное говнище, игра затянула меня не на шутку и играть в неё довольно приятно. По большому это видео является эдаким обзором слэш обучением для тех людей, которые только что узнали про эту игру и возможно хотят в неё зайти и не слишком сосать и также понять, что же там всё-таки происходит. Начнём с того, что в этой игре вас будут обманывать. Очень много обманывать и вам придётся с этим смириться. В этой игре огромное количество тупых аутистов, которые просто не должны размножаться. Они будут воровать ваши предметы. Они будут мешать вам играть. Они будут в команде палить друг другу, кто является заражённым, а кто не является заражённым после того, как одного из них убьют и вести себя как полные мрази, которым неинтересна честная игра. С этим ничего не поделать. Тем не менее, эта игра может доставить вам большое количество удовольствия, если вы будете играть правильно. По сути, из себя эта игра представляет мафию. Имеется 6 игроков, из которых двое являются заражёнными, 4 из них являются выжившими. Заражённые должны пить кровь для того, чтобы иметь возможность ночью превратиться в монстров и отожрать лицо выжившим. Выжившие должны понять, кто же такие на самом деле заражённые, распознать их и убить их. На каждой карте имеется 3 локации. В первой локации доступно самое большое количество вещей, и чтобы проголосовать за исключение, то в дневное время 4 человека должны положить и нанести урон своей цели. На второй локации доступно вещей чуть-чуть поменьше, зато имеется сканер, который позволяет одному человеку на 100% точно узнать, заражён ли другой игрок или нет. При этом обладатель сканера может и соврать, поэтому давайте его только доверенному человеку. На третьей локации вещей практически нет, и для того, чтобы проголосовать за человека, нужно 2 голоса. Также на первой и второй локации можно найти антидот, который позволит спасти одного человека, которого убил монстр, или же которого укололи ядом. Яд находится на третьей локации. Некоторые предметы, такие как дробовик, сканер, а также яд, являются предметами, которые можно открыть только в паре с другим игроком. Если игрока положили и за него не проголосовало достаточное количество людей, то все предметы игрока теряются, а он перерождается в случайном месте на карте. Ну и кстати, если вы сломаете переключатель предмета, то его уже нельзя будет поднять. Как я уже сказал, заражённые должны насосаться крови перед ночью, для того, чтобы иметь возможность превратиться в монстра. Внизу экрана заражённого имеются 3 деления, которые отображают текущий уровень крови. Если заражённый пьёт кровь днём, то он заполняет одно деление. Если он пьёт ночью, то он заполняет половину деления. За заражённых играть намного тяжелее, потому что они должны успевать как общаться в приватном чате монстра, чтобы координировать свои действия, так и в публичном чате, чтобы отвести от себя подозрения. Заражённые должны понять, у кого из игроков имеются какие предметы, у кого имеется антидот, чтобы убить его первым. При этом, пока заражённый не превращается, он обязан вести себя так, как ведут себя остальные игроки – не выделяться, собирать информацию и предпочтительно насосаться крови днём, чтобы быстро убить свои цели ночью. Заражённым иногда выгодно обвинять друг друга. Если одного из заражённых заметили за тем, что он пьёт кровь, и при этом присутствовал второй заражённый и один из выживших, имеет смысл подыграть выжившему, потому что выживший знает, что он видел, и он знает, что он не заражён. С другой стороны, два заражённых могут попытаться обвинить выжившего, если они уверены в своих силах. Самое главное при игре за заражённых – это коммуникация, это координация своих действий. Огромное количество наитупейших, сука, нахер. Огромное количество тупых ублюдков просто не понимает, что когда они играют за заражённых, им надо говорить не просто в общий чат, но ещё и координировать действия с товарищем, чтобы их не слили на первой локации или на второй локации. До третьей локации такие аутисты не доживают. Эррор, надеюсь, ты умеешь в чат монстра говорить? Рэйчел, ты умеешь в чат монстра говорить? Пожалуйста, скажи мне, что ты умеешь в чат монстра говорить. Тут пакетик высосан. Я у него, Рэйчел, пробежала. Привет. В чат монстра говорить, дятел. Ты идиот тупой нахер. Что же касается игры за выжившего, то тут вы можете вести себя по-разному. Для начала вы должны определить или того, кому вы можете доверять, или же кто наверняка является заражённым, потому что именно на первой локации легче всего это сделать. В идеальной ситуации вы хорошо общаетесь с командой и вычисляете обоих заражённых прямо на первой локации. Вы можете также пойти по пути одиночки и попытаться нахватать как можно больше предметов. Только учтите, что заворовство вас с высокой долей вероятности обвинят и убьют, поэтому воруйте только если вы уверены, что вы останетесь незамеченными или сумеете убежать. В случае наступления ночи единственное ваше оружие против монстров – это свет. По карте разбросаны фотоаппараты, которые за две вспышки практически останавливают монстра. Напольные мины-ловушки, которые примерно на секунду выведут монстра из строя. А также фонарики, которые в сочетании с любым из этих предметов позволят остановить монстра вплоть до того, как команда сделает свою работу. А работа команды ночью заключается в том, чтобы остаться в живых и установить несколько предохранителей, для того, чтобы открыть проход на следующую локацию или выход с карты. Если команда успеет сделать это, то все заражённые в монстр-форме превратятся назад в людей, и можно будет расстрелять их наверняка. Если же команда не успеет поставить предохранителей вовремя, то у заражённых включается режим ярости, который позволит им превратиться в монстра без заполненной шкалы крови. Ну и конечно же следует сказать о том, что заражённые видят сквозь стены всех, кто передвигается бегом. Поэтому если у вас нету достаточно источников света, или у вас нету какого-то напарника, который поможет вам стреляться, вам лучше передвигаться крайне медленно и в случае опасности прятаться в каком-нибудь углу. Ваша задача выжить, по возможности довести свою команду до выхода, и спастись. А это будет делать не так-то просто. Ваша команда не будет знать, что вы не заражённый, ваша команда не будет вам доверять, и почти наверняка целиком она будет состоять из тупых ублюдков, которые будут хотеть вашей смерти. А может, я этого пидора просто так убью? Я нашёл трактор! Трактор не будет трактор. Давай убей его, ещё раз опыт будет. Так, пидор. Подними его, я сейчас его снова положу и... А давайте солим его просто пол. Да не, не надо его сливать, давай просто его будем класть и поднимать. Все, будьте спокойны. Трактор неутрализована. Итак, подводя итог. Deceit это игра про ненависть, где вас постоянно будут обманывать, где вам не будут доверять, и где вам будут портить честную нормальную игру тупые аутисты. Просто потому, что они могут это сделать. Если вы можете собрать фуллпати из друзей, лучше сделать это. Если у вас, к сожалению, нет друзей, то вы можете поиграть с рандомами и понять, какой из них является нормальным, а какой является тупым ублюдком, и зафрендить нормального человека. При этом я рекомендую во время игры полностью отключать внешние средства коммуникации, такие как Дискорд и Тимспик. Таким образом, не окажется так, что вы, не зараженные, вместе со своим другом обмениваетесь личной информацией, два других, не зараженных, подозревают вас, потому что вы молчите, а зараженные ведут себя как нормальные игроки, и поэтому вас, двух тупых ублюдков, которые общаются в личном чате, сольют первыми. Эта игра настолько про взаимодействие, что вы должны понимать, как вы представляете себя перед другими игроками. Для игры в Дисит вам практически всегда будет нужен нормальный, нефонящий микрофон, потому что печатать вы в большинстве ситуаций не сможете. А если ваш микрофон будет говном, или вы будете пищать и визжать, вас просто замочат на первой локации, потому что вы всех бесите. На самом деле не всё так плохо, невменяемые аутисты редко задерживаются в этой игре надолго, потому что их там просто гонобят. Вы всегда можете составить пати из нормальных ребят. И что самое главное, вы и ваша команда можете играть честно и получать от игр огромное удовольствие и яркие эмоции, если она не будет глючить. Ну и конечно же, видимо, такой яркий социальный аспект привлекает в игру огромное количество девушек. Я понять не имею, что они тут находят, но их тут просто стада, табуна им пасутся. Ага. Да, их там действительно много. В качестве итога хочется сказать, что Десит это довольно сложная социальная игра. Большинство ситуаций уникальны. Большая часть людей отличается друг от друга характером и поведением. Редкий матч будет похож на другой, а эмоции от большинства игр зашкаливают. Игра плохо оптимизирована. Она постоянно вылетает. Постоянно происходят какие-то глюки, которые мешают нормальной игре. Если вы играете без друзей или не в полной команде, то вам постоянно будут попадаться отбитые ушлёпки. Но тем не менее, эта игра заслуживает проведённого в ней времени, и она заслуживает того, чтобы играть в неё на русских серверах. Если вы хотя бы некоторое время за мной следили, то вы можете назвать меня эдаким русофобом. И вы можете понимать, насколько это большой комплимент этой игре, когда я говорю, что стоит играть на русских серверах. К сожалению, онлайн этой игры не такой большой, но эта игра бесплатна, так что ничто не должно остановить вас от того, чтобы попробовать её. С вами был Сенький Джо. Всем пока, всем удачи. Выполняйте ютубовскую рутину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова